Добрый вечер! Это неделя госсовета. Меня зовут Тарас Брезицкий. Мы сегодня встречаемся здесь у парламентских стен. Впрочем, в этом нет ничего необычного. Мы всегда так делаем. Однако наша сегодняшняя встреча несет особенный патриотический окрас. Ровно 7 лет назад именно здесь писалась новейшая история Крыма. Так уж получилось, что вся отчетная неделя прошла под знаком ретроспективы крымской весны. Давайте и мы с этого начнем и вспомним, как это было. События новейшей истории не успели раствориться в памяти миллионов россиян. Агрессивный Майдан, нежелание слушать и слышать Крым со стороны радикально настроенных захватчиков власти в Киеве стали отправной точкой в весенней дороге к благополучному будущему уже в составе России. По традиции в эти дни первые лица – ополченцы и крымчане возлагают цветы к монументам-символам. Гранитно-бронзовая память. Всего через два года после событий крымской весны именно этот монумент в самом центре Симферополя стал одним из воплощений того судьбоносного времени. 11 метров в высоту на самой верхушке красуется Георгий Победоносец напротив здания Совета Министров. Интересно, что автором этого изваяния является тоже ополченец Валерий Ключев. Он настолько вдохновился защитой малой родины той весной, что всего через две весны увековечил собственные воспоминания в памяти всех крымчан. Всего в паре сотен метров у стен Государственного Совета еще одно творение зодчего с мировым именем Салавата Щербакова. Его тоже обильно усыпают алыми розами и гвоздиками. Творцы Победы без боя с ностальгией вспоминают то, что, казалось, вчера всколыхнуло умы каждого и не позволяют успокоиться агрессивным партнерам поныне. За нами стоял весь народ крымский, и нас поддерживала Россия и президент России, и все регионы российские. Поэтому сомнений не было. Как только не пытались воздействовать оставленные без источника наживы радикалы на Крым после марта семилетней давности. Но все блокады и провокации были обречены разбиться о стену хладнокровия и здравого смысла. На пустыре в кратчайшие сроки выросли суперсовременные объекты, не знавшие аналогов за два с лишним десятилетия. Двигаемся вперед уверенно. Никакие проблемы и никакие препятствия нас не остановят. Так что все блокады провел, как сказал наш президент, друзья. Крымчане не могли свериться с нацистской идеологией. Это единственное, что мы не могли проглотить. Все остальное от Украины мы терпели долгие годы. Всего несколько стендов, на которых уместилась вся история самого молодого субъекта огромной страны. Это экспозиция «Семь чудес крымской весны», еще и итоги конкурса длиной в долгих семь лет. За особый вклад в развитие региона участников увековечили в кадрах в семи номинациях. Конечно, в фотовыставку тяжело отразить все успехи, которых добилась республика. Но самые яркие моменты, такие как запуск Крымского моста, реконструкция Ласточкина гнезда, победа наших спортсменов, объекты культурного наследия, мы постарались отразить в этой выступке. Каждый из прохожих, как и семь лет назад, пытается увековечить лицо свое и родных на фоне лирических кадров. Если на Западе кто-то еще сомневается во взвешенности крымского выбора, на полуострове для оппонентов один ответ. Можем сейчас всем скептикам сказать, мы не передумали? Мы не передумали, мы действительно вошли в состав России, Российской Федерации. И мы, конечно, благодарим Владимира Владимировича Путина. И я думаю, что всем людям в Крыму живется очень хорошо. Сейчас отвечает за корректность написания буквы закона, а тогда в числе первых встал на защиту покоя на родной земле. Михаил Шеремет был командиром народного ополчения. Вспоминает не иначе, как чудо, что тогда не пролилась кровь. Мы видели, что делали с нашими беркутами, мы видели, что делали с нашими крымчанами, которые возвращались с мероприятий назад в Симферополь. Поэтому ушли с вами очень непросто все происходило, но мы ушли от тех печальных событий, того сценария, который нам приготовили далеко за пределами и Украины, и России в том числе. Мы объединились вокруг Сергея Валерьевича и стояли до конца. Понимали, что если не вы, то и никто ничего не... Да, так от нас все зависело. Именно мы, на нас была вся надежда была. Семь лет возраст, когда ребенок идет в школу, и действительно дети, родившиеся в год референдума, стали первоклассниками еще прошлой осенью. В историю попал маленький Симферополит Саша. Он идеальный сверстник крымской весны. 16 марта мальчику исполнилось семь. С нами ребенка, а в этот день говорит весь Крым. С днем рождения тебя скажи, пожалуйста, нам, как тебе живется в России? Мне живется... Я просто не могу найти слов. Лайк. Даже частично ограничительные условия в борьбе с еще одной, но уже всеобщей мировой проблемой не способны испортить настроение закаленным в борьбе крымчанам. Скептики говорили, эйфорию в Крыму сменит паника и боязнь тотального давления. Всеобщее настроение, которое не испортила и дождливая погода. Лучшая иллюстрация на тему «Мы пришли домой». В Крыму и в России в целом онкологические заболевания, наряду с сердечно-сосудистыми, остаются в списке двух главных недугов, провоцирующих смертность. Всего на полуострове страшный диагноз сейчас поставлен примерно 60 тысячам человек. Вместе с тем есть и существенные плюсы в работе медиков. Так, значительно повышена выживаемость. Рак чаще выявляется на ранних стадиях. Улучшена инфраструктура специализированных учреждений. Перспективы местной отечественной медицины в борьбе со страшным недугом «Парламентарий медики» обсудили на базе крымского республиканского онкодиспансера имени Ефетова в рамках заседания Комитета парламента по здравоохранению. Как повысить эффективность отечественной медицины в борьбе с недугом номер два в России? С одной стороны, для этого уже многое сделано. Коварную болезнь специалисты стали чаще выявлять на ранней стадии. Отсюда и повышение процента выживаемости больных. Республиканский онкодиспансер оснащен современным оборудованием, позволяющим не только оценить прогресс болезни и избрать верную тактику лечения, но и проводить операции, раньше недоступные в Крыму. На вооружение медикам, в частности, поступил аппарат МРТ. Рак в республике лечат эффективно и в других медицинских учреждениях. Самая острая проблема кадровая, однако и она решаема путем привлечения перспективных докторов посредством финансового их стимулирования. В целом, эксперты оценили потенциал диспансера как высокий. В целом, у меня оптимистичное настроение, скажу откровенно, чтобы взять БК за рога, потому что объем финансирования колоссальный. То есть мы можем провести все свое хозяйство, должное, соответствующее, лучшим стандартам. Ну что еще, о чем еще можно мечтать? В Крымском штабе главной политической силы в стране генеральная репетиция к выборам в Государственную Думу. Напомним, единый день голосования назначен на 19 сентября текущего года. Совсем скоро кандидаты должны активизироваться на поле политической борьбы. Уже 17 апреля стартует заявочная кампания, которая продлится до 30 числа того же месяца. Официальный старт решающего этапа, предваряющего гонку идей, будет дан совсем скоро. Фальстарты теперь исключены. Для потенциальных народных избранников самое важное – быть наиболее убедительными. Для кандидатов и депутатов хорошая возможность начать предвыборную кампанию раньше, то есть познакомиться с избирателями, себя проверить, так сказать, а нам заодно посмотреть на их возможности и на их состоятельность кандидатов. И уже результаты предварительного голосования, они покажут, кто сильнее. И уже видно, если ты предварительное голосование, то, конечно, у тебя уже есть хороший шанс и достойно победить на предстоящих выборах. С парламентской трибуны прямиком за школьную. Владимир Константинов накануне годовщины Крымской весны уже традиционно всего на час примерил учительский образ, преподав восьмиклассникам одной из симферопольских школ урок истории. Символичен выбор чуткой аудитории. В марте 2014-го слушатели экспресс-курса только начинали длинный поход за знаниями. Они частично, каждый проживал это в семье своих родителей, ведь 7 лет назад это произошло. Сейчас многим по 14 лет, и они, конечно, что-то помнят из тех событий. Кроме того, это тема обсуждения в семьях. Это актуально еще будет очень длительный период времени. Тема урока с жирными буквами прописана за спиной спикера. Крымская весна 7 лет дома. Для современных восьмиклассников это почти половина прожитой жизни. 15-летняя Кира переехала в Крым с родителями уже после марта 2014-го, по ее признанию. Старшие уже несколько лет развивают регион. Картинка местной жизни для девочки структурировалась лишь сейчас. Постукраинский полуостров встретил хаосом и непониманием будущего. В то время Крым, конечно, был достаточно... Весь народ был растерян в непонимании. Ничего конкретного не было. Никто не знал, что будет в следующий день. Но сейчас уже все гораздо лучше. Сейчас я вижу, как этот полуостров меняется на глазах. И, конечно, прогресс заметен. Два десятка учеников как один не просто впитывали материал, но и вспомнили начало ученической жизни. Традиционное памятное фото с временным учителем истории вскоре украсит почетную доску или застынет на страницах стен газет. Появились новые экспонаты и в музее и школы. Это республиканская атрибутика и макет здания Госсовета Крыма, которым и было принято историческое решение, повлиявшее на жизнь каждого из аудитории. Что ж, друзья, это была неделя Госсовета. Неделя, которую вместе с вами прожил Тарас Брезицкий. С готовщиной возвращения вас на родину. Не забудьте ровно через 7 дней вернуться к экранам телевизоров. По традиции в эфире нашего телеканала вы увидите дайджест всех ключевых событий парламентской жизни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...